Дилфи, Латвия, ужасный конец Ренкевич уточнил последствия Брексита для граждан и неграждан Латвии Кристина Худенко Дилфи.Ильве, Латвия 2 августа 2019 года Министр иностранных дел Латвии оценил вероятность того, что Великобритания выйдет из ЕС с договором в 50% Высказывание нового премьер-министра господина Джонсона и министров его правительства Свидетельствуют о том, что они ожидают уступок от ЕС за 2-3 месяца до конца октября, назначенной датой выхода Пояснил Ренкевич Но я довольно скептически отношусь к тому, что мы сможем найти компромисс за 3 месяца Во-первых, меняется руководство ЕС Во-вторых, для каких-то компромиссов надо достичь договоренность между 27 стран Евросоюза, а это нелегко К тому же такой компромисс должен понравиться ЕС, и Великобритания одновременно, что тоже нелегко Ренкевич затруднился подтвердить, сможет ли Латвия после Брексита претендовать на роль нового финансового центра ЕС, куда переедет бизнес из Великобритании Возможность есть, но сперва надо сделать домашние работы по поводу Маневал, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, примечания редакторов Пока большой бизнес, который работает в Лондоне, еще не определился, насколько он готов оттуда уйти Мы видим лишь, что банковское агентство ЕС и агентство информации перемещены из Лондона в Амстердам Париж А бизнес пока ждет, что будет, уход с договором или без, старым или новым Ренкевич сообщил, что особый доклад на тему Брексита для правительства Латвии будет готов в сентябре В нем будет план действий таможни, Министерства внутренних дел, здравоохранения и других институций У каждой будут обозначены обязанности и заботы При этом, как признал министр, на многие возникающие вопросы и проблемы придется реагировать уже по ходу поступления Для работающих и учащихся в Великобритании не вижу больших проблем для граждан Латвии, которые легально живут и работают в Объединенном Королевстве Мы слышали заявление нового премьера, что в их статусе ничего не будет меняться То же относится и к британским гражданам, которые живут и работают в Латвии По ним мы приняли особый закон еще в феврале Для живущих в Великобритании граждан и неграждан статус граждан Латвийской Республики в Объединенном Королевстве регулируется одним законодательством Статус неграждан ЛР уже сейчас регулируется другим законом И там намечено различие Это будут два совершенно разных юридических статуса Если граждане или неграждане Латвии захотят переехать в Великобританию, чтобы жить и работать после 31 октября Официальный Лондон будет вправе вводить ограничения без согласований с ЕС Также нельзя будет путешествовать по Великобритании в частном порядке без визы дольше, чем 90 дней Тут будут новые правила Для путешествующих и приезжающих безвизовый режим остается в силе Для неграждан уже есть особый режим, он останется таким, как есть До сих пор не прописан момент, введет ли правительство Великобритании какие-то анкеты или декларации для въезжающих По примеру США, примечания редакторов, они это смогут делать без препятствий Подорожает мобильная связь, правила ЕС, которые предусматривают бесплатный рауминг В Великобритании перестанут работать Ситуация будет такая, как если использовать латвийский телефон где-то в России или Австралии Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...